Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге «Бытия». Сегодня мы с вами читаем 34 главу. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей Землитой. И увидел ее Сихем, сын Еммора-Евиянина, князя Землитой, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Еммору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену. И мы видим, что некий местный знатный юноша, он овладевает Дине, Диной, дочерью Иакова. И это парадоксальное получает развитие, что это начинается как насилие, но потом он ее полюбил, он ее захотел взять в жены. И он сказал Еммору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену. Иаков слышал, что сын Емморов обесчестил Дину, дочь его. Но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. И вышел Еммор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужите и восплывали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова. А так не надлежало делать. Еммор стал говорить им и сказал, Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей. Дайте же ее в жену ему. Породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе за сыновей ваших. И живите с нами. Земля себе пространна пред вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее вовладение. И мы видим здесь, что Еммор, который князь земли, то он пытается уладить дело. Он говорит, ну хорошо, раз они решили вступить в брак, вроде девица согласна, да, вот нехорошо вышло, давайте мы это дело уладим теперь. Давайте теперь мы избежим конфликта, будем жить вместе, будем жить мирно. Сихем же сказал отцу и братьям ее, только бы мне найти боговоление в очах ваших, я дам, что не скажете мне. Назначьте самое большое вено и дары. Я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену. Вот этот юноша Сихем, он тоже говорит, что он готов взять ее в жены честь по чести, самые большие дары внести. То есть мы видим, что со стороны виновной, со стороны виновных людей есть желание примириться. Мы видим, что они совершили это преступление, но они теперь хотят примириться. Они хотят это дело, как говорят в церкви, уврачевать. То есть уладить этот конфликт. Как-то навается отношение. И отвечали сыновья Иакова, Сихему и Емору, отцу его, с лукавством. А говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их. И сказали им Симеон и Левий, братья Дины, сыновья Лейны. Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас, если вы будете как мы, чтобы у вас весь мужеский пол был обрезан. И будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей. И будем жить с вами и составим один народ. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся. И понравились слова сии Емору и Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что он любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего. И мы видим, что здесь как-то сердце Емора переменилось, или сердце Сихема, который хотел взять в жены Дину, и на этом был бы конфликт уважен. Но братья Дины, они полыхают гневом, они мириться не хотят. Но, а не то чтобы открыто не хотят мириться, они с вукавством требуют, чтобы все прошли обряд обрезания. Но они их обманывают. И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали, Сии люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля, живот пространно пред ними. Станем брать дочерей их себе в жены, и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стадо их и имение их и весь скот их? Только в том согласимся с ними и будут жить с нами. И послушались Емора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его. То есть все взрослые жители, все выходящие из ворот. И обрезан был весь мужеский пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Семен и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. Ну, в Библии словом город называется на самом деле укрепленный поселок. То есть там было что-то вроде деревни, народ был не очень много, и поэтому, собственно, два вооруженных человека, и, наверное, их было не два, там были еще и слуги, могли напасть на этот город и всех перебить. И самого Емора и Сихема сына его убили мечом. И взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым, разграбили город их за то, что обесчестили Дину, сестру их. Они взяли мелкие и крупные скоты, хаослов их, и что бы ни было в городе, и что было в поле. И все богатство их, и всех детей их, и жен их их взяли в плен, и разграбили все, что было в городе, и все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию, «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для всех жителей сей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня и поразят меня, истреблен буду я и дом мой». Они же сказали, «Разве можно поступать сестрой нашей, как с будницей?» То есть, те люди отомстили за бесчестие своей сестры, и они выбрали путь мести, хотя был открыт путь примирения. И за это их Иаков упрекает, потому что Иаков уже человек немолодой, и он рассудительный. Он понимает, он думает о последствиях, он предпочитает мир. Он пытается объяснить это Симеону и Левию, потому что он говорит, «Вы сделали меня ненавистным, вы наводите на меня беду». А они говорят, «Разве можно поступать сестрой нашей, как с будницей?» Мы видим здесь как бы два типа мышления. Одни люди просто разгневаны, и они хотят дать выход своему гневу, а Иаков, он действует как человек мудрый, как человек рассудительный. Ну и в итоге, что у них получается? У них на руках их обещающая сестра, мужчина, за которого она хотела выйти замуж, сама теперь убит, и теперь у них конфликт со всеми жителями земли той. И здесь мы видим, насколько разрушительно, насколько пагубно желание отомстить, особенно, когда виновная страна ищет примирение. И мы видим, что Иаков сам недавно искал примирение и был принят. Исав простил ему его обман. И вот пришли эти жители страны то искать примирение, и их обманули и перерезали. И Иаков был этим возмущен. Иаков не одобрил такого поведения сынов, но они, увы, его в этом не слушались. Мы с вами прочитали 34-ю главу книги «Бытия». Мы читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Иаков на «Экзегет». Продолжение следует...